МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала Первой карагандинской новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинская область отметила свой 80-летний юбилей. По этому случаю в театре имени Сакена Сейфулина прошло яркое театрализованное шоу. Поздравить в шахтерский край собралось много почетных гостей. Станет ли в Караганде чище и уютнее? Более 30 новых машин получили коммунальщики города. Религиозное воспитание, толерантность и патриотизм. Главные мамы мечети собрались на обучающем семинаре. По случаю юбилея Карагандинской области устроили грандиозное театрализованное представление на сцене областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина. За 60 минут перед зрителями предстала история шахтерского края от создания в 1936 году и до наших дней. Шоу состояло из театрализованных блоков, каждый из которых посвящался отдельному периоду времени. На праздничном концерте побывала Асель Сазанбаева. О людях, их достижениях, самоотверженном труде и патриотизме говорили на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Карагандинской области. В здании казахско-драматического театра имени Сакена Сейфулина собрались представители самых разных профессий, почетные граждане городов и районов области, ветераны войны и труда, предприниматели, руководители крупнейших предприятий региона, общественные деятели. Почетными гостями выступили политические деятели страны, руководившие когда-то Карагандинской областью. Всего на торжественный концерт было приглашено около тысячи гостей. Сегодня Карагандинская область – это центр республики, который граничит с девятью областями Казахстана. Экономика Караганды всегда занимала ведущие позиции. Это прежде всего промышленный центр. Сегодня развивается здесь успешное сельское хозяйство, поэтому достойно встречая свой юбилей, 80-летие области, а мы буквально два года тому назад отмечали 80-летие города Караганды, эти знаменательные праздники, безусловно, гордость всех карагандинцев, всех поколений. Старшие поколения, несмотря на самые сложные и трудные годы, сделали большую экономику, которая работает и по сегодняшний день. Праздничный концерт был разделен на пять театрализованных блоков. Каждый рассказывал о своем этапе становления области. В первом был показан 1936 год – рождение области. Затем был продемонстрирован блок «Годы репрессий – военные годы». В продолжении был представлен блок «Послевоенные 60-е годы». О том, как развивалась область в послевоенные годы до 1960 года. Особое внимание было уделено работе в области Нурсултана Назарбаева. В специальном видеоролике продемонстрировано начало трудового пути президента и годы его работы. Все блоки заканчивались концертными номерами тех лет – ярким театрализованным шоу. Нам особенно приятно, что юбилей Карагандинской области совпал с празднованием 25-летия независимости Республики Казахстан, сказал в поздравительной речи глава региона Нурмухамбет Абдебеков. За минувшие 80 лет область вросла большой пункт. Наш регион приобрел статус одного из главных промышленных центров Казахстана. Объем производимого валового продукта увеличивается в разы. Сегодня он уже превысил триллионный рубеж. Мы наблюдаем растущий приток инвестиций и, как следствие, рост производства. Сегодня регион входит в число лидирующих по индустриально-инновационному развитию. В рамках государственных программ развития открываются новые предприятия. Растет число субъектов малого и среднего бизнеса. Каждый третий работающий житель области занят именно в этой сфере. В этом юбилейном году наши аграрии собрали рекордный урожай. Более миллиона тонн зерна. Устойчивое развитие экономики позволило создать достойные условия для жизни каждого жителя области. По словам сценаристов, подготовка заняла несколько месяцев. Пришлось изучить большой исторический материал в архивах, библиотеках и музеях. На фоне театрализованного действия зрители увидели множество документальных кадров. В театрализованном представлении было задействовано более ста местных артистов. Под занавес праздника Аким области вручил почетные грамоты и благодарственные письма ветеранам и нынешним труженикам. За особый вклад в развитие региона. Гостям торжества подарили изданный к юбилею фотоальбом «Край сокровищ». А сердце Замбаева, Олжас Габазов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Дадим Караганде образцовый порядок и чистоту. Эти слова, запомнившиеся горожанам еще с советских времен, возможно, вскоре воплотятся в реальность. А все потому, что в городе с каждым годом становится все больше специализированной техники. Аким Карагандинской области вручил ключи от новых машин специалистам коммунального государственного предприятия «Благоустройство». До конца декабря глава региона пообещал подарить компании еще 29 машин. Торжественное вручение ключей состоялось на площади независимости. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков приурочил это событие к празднованию 25-летия независимости страны. По словам генерального директора предприятия «Благоустройство» Нурлана Мусипова, новая техника как раз кстати. Ведь впереди суровая зима, а значит работы коммунальщикам прибавится вдвое. У нас все старая техника, только парк обновляется. Это часть только техники. До конца ноября, в начале декабря, мы думаем всю часть еще 29 техники получим. И начнем работу. Я думаю, что с городом будем справляться. До конца текущего года ряды спецтехники предприятия пополнят еще 29 машин. Кроме того, впервые сотрудникам, следящим за чистотой улиц, сшили зимнюю униформу. На нашем предприятии на базе ЗИЛа есть 11 машин. В них помещается 3 куба песко-соляной смеси. В данную машину помещается 12,5 кубов. Получается, три рейса заменяют наших ЗИЛов. Это прогон по солярке и по времени увеличивается. В летний период наши бочки поливомоечные берут 6 кубов воды. В эту машину выходит 12 кубов воды. Аким области Нурмухамбет Абдюбеков пожелал коммунальщикам плодотворные работы. Глава региона отметил, что чистота и порядок в области необходимы. Именно по этим критериям гости Караганды будут оценивать шахтерскую столицу. Чтобы в зимний период у нас не было заторов на дорогах. Своевременно очищались улицы, проезды. Чтобы в летний период, когда мы будем встречать гостей на следующий год, приезжающих из-за рубежа на Экспо-2017 в город Остану и к нам в Караганду в гости, мы могли с гордостью показывать наш город в чистоте и красе. Специализированная техника закупалась в рамках программы развития регионов. На ее приобретение было потрачено порядка 1 миллиарда тенге. Айя Мамрина Жаксулак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В главной мечети города Абай состоялся семинар, где обсудили все вопросы религии и традиции. На семинаре собрались все главные имамы шахтерской столицы. Кроме того, посетить мероприятие мог каждый желающий. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Единственное верное трактование священного Корана – религиозное воспитание и толерантность. Этому был посвящен специальный семинар. Аманбол Кажирам Кулулы на протяжении трех недель занимает пост главного имама Абайского района. Ему и пришла идея организовать семинар. До этого он работал в Бухаржираусском районе. «Подобный семинар я провожу впервые, но я уверен, что в дальнейшем это станет доброй традицией. К нам приехали имамы из близлежащих городов и сел». Семинар проходил на протяжении двух дней. Все присутствующие могли послушать лекции профессионалов. Кроме всех желающих, на семинаре присутствовал и главный специалист. Имам отвечал на все волнующие вопросы гостей. «Я являюсь главным имамом Тапара и давно знаю Аманбола Рымкулулы. Я очень рад, что меня пригласили сюда в качестве почетного гостя. Подобные мероприятия, считаю, нужно проводить чаще, ведь они рождают у современной молодежи чувство патриотизма и религиозное воспитание». В завершении семинара всем участникам вручили сертификаты, а также специальную литературу. Организаторы уверены, что подобные семинары будут проводиться ежегодно. Асель Сазымбаева, Жекслык, Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Житель Тимирта, у которого подозревает в жестоком убийстве и расчленении своего собутыльника, признался в совершении преступления. Подсудимый попросил судью поместить его в одиночную камеру. По его словам, виной всему стал алкоголь. Напомним, зверское убийство произошло 22 февраля этого года. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый сначала перерезал горло своей жертве, а затем целый месяц выкидывал части тела в мусорные контейнеры. По версии следствия, обвиняемый Александр Соловьев приютил у себя дома жертву в январе. В тот злополучный день, 22 февраля, гость пришел с работы под выпившим и принес с собой бутылку водки. Мужчины стали распивать спиртное и беседовали. В разгар застолья между ними возник конфликт, в результате чего хозяин квартиры перерезал горло своего постояльца, а затем отчленил голову и отрезал кисти рук. В течение следующего месяца подозреваемый отрезал части от тела и выносил в бытовых пакетах на мусорные площадки города. Кисть правой руки каким-то образом оказалась на улице, прямо под окнами обвиняемого. Там ее и обнаружили прохожие 22 марта. Всему виной стала пьянка. Так подсудимый объяснил свой поступок в последнем слове. По словам адвоката, он очень сильно раскаивается и просит прощения у родственников погибшего. Искреннее раскаяние, глубокое соболезнование. В принципе, все. Об остальном говорить рано. Приговор еще не оглашен и срок на обжалование еще имеется. Возможно, будет подана жалоба на случай несогласия с приговором, соответствующим действующим законодательством. Дело рассматривает судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Альмира Танабаева. Мужчине грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. Приговор будет вынесен 8 ноября. Аям Амрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Далее о спорте. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в гостях победила «Саратовский кристалл» в матче регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, завершилась со счетом 0-5. Стоит отметить, что сегодня «Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» испытывает серьезные финансовые трудности. Под угрозой отмены был даже матч с Усть-Каменогорским «Торпедо» 3 ноября. Саратовцы готовы были бойкотировать матчи высшей хоккейной лиги, поскольку сотрудникам клуба не выплачивают зарплату. Да тут еще и в самый разгар сезона уволился главный тренер Андрей Лунев. Место наставника занял его помощник, старший тренер Андрей Царев. С первых минут встречи стало проявляться преимущество на льду казахстанских хоккеистов. Они лучше смотрелись в командной игре, были постоянно в движении, создавая опасные моменты в зоне саратовцев. Первая заброшенная шайба не заставила себя долго ждать. После ошибки вратаря нападающий сарарки Дмитрий Желнировский с близкого расстояния открыл счет. После перерыва каргандинцам в численном большинстве удалось провести вторую шайбу. Когда в середине второго периода нападающий гостей Данил Ердаков в третий раз огорчил хозяев площадки, зрители на трибунах Саратовского ледового дворца спорта заметно приуныли. Через пять минут стремительный проход по левому флангу Ивана Исаева завершил четвертым взятием в ворот россиян. Автором заброшенной шайбы стал его партнер по звену Павел Махановский. Окончательный итог подвел в конце встречи защитник сараарки Эдгар Сиксна, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Вот закончилась наша выездная серия, короткая. Первая игра так, могли выиграть, но так получилось. Вторая игра, как бы, собрались, очень здорово сыграли. Сам, наконец-то, первый гол забил. Очень рад, что забил. Болельщики готовьтесь, мы приезжаем домой, соскучились по вами, по нашей арене. Надеюсь, что будет полная арена, потому что у нас очень серьезные соперники предстоит. Так что всех ждем в Караганде. В этом поединке также отметим Егора Мажугу и Ивана Исаева, сумевших в ходе игры сделать по две результативные передачи. Второй сухарь в сезоне выдал вратарь Денис Перетягин. Были опасения, да, знали капитану соперника, да, то есть опасались, что будет какой-то недонастроен. Я благодарен им, что они восприняли наши слова и, самое главное, победили сегодня. И рады то, что сыграли нам всех с победой и готовимся так. Наставник соперников также поздравил карагандинцев с победой. Так скажем, мастерство игроков, команда противника предрешила судьбу матча. И, так скажем, индивидуальные ошибки некоторых наших ребят привели в пропущенном галле. По игре ребятам по самоотдаче, то есть претензий никаких нет. То есть практически то, что просили их выполнить, они выполнены. Ну, ошибок, как говорится, не бывает. И сейчас были огрехи, но тем не менее, то есть, ну, тяжело перестроить команду сразу. То есть в нужный вклад настроить их. Ну, я думаю, что предыдущие у нас есть и подготовиться. Карагандинские хоккеисты, набрав 43 очка, вновь возглавили турнирную таблицу чемпионата ВХЛ. Следующий матч 10 ноября Сараарка проведет в Караганде с обладателем Кубка Братины, нефтянником из Алметьевска. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok